добрый день и всем здравствуйте сегодня будет очень необычная такая работа у нас будем ремонтировать с вами каковозик ну или по-другому ассанизаторскую машину из вот такой вот черной полиэтиленовой трубы высокого давления будем изготавливать переходник ну или как штуцер или не знаю в общем переходник соединитель для двух шлангов которые каковозики выкачивают какашки ну и вот такую работу иногда приходится делать но не переживайте труба свежая со склада она не выпачканная так что я тут ну в общем работаем пытаясь ее зацентровать пытаясь ее вставить хотя стенки тут целый сантиметр толщиной но труба довольно мягкая и сейчас я вот ее центрую и приходится аккуратненько аккуратненько буквально буду сейчас понемножечку снимать стружечку потому что я боюсь сейчас она выскочит и по бы я получил и так центруемся и продолжаем работу скорость вращения примерно 600 оборотов в минуту вот таким вот рисом снимаю по чуть-чуть буквально по пол миллиметра по миллиметр потому что полметра выглядывает из станка довольно мягкого материала который зажат за кончик что-то мне страшненько и так торцовочка вроде бы получилось но тут остатки облоя ее до меня отрезали просто шлифмашинкой там такие глубокие потертости вот видите края такие неровные получились и так зажимаюсь а так как конец трубы у меня получился ровный красивый при зажатии видите сейчас биение практически нету на трубе опять потихонечку все это снимаю понемножку трубу я торцевал гладенько ровненько получилось а теперь надо ее умудриться закрепить в станке притупляю внутри острые кромочки но таким заточенным треугольным напильником чтобы не порезаться хоть полиэтилен но он острый при желании можно порезаться это образец шлангов который необходимо соединить переходной с ктулкой для установки полиэтиленовой трубы в станке замечательно подойдет такой цилиндр от старого запорожца закрепляю его в патрон цилиндр вращается без биения и это хорошо другой конец трубы их буду закреплять при помощи такой пробки заглушки с центральным отверстием немножко пришлось подточить и вот он при плотненько плотненько заходит в трубу устанавливаю заготовку в станок и поджимаю центром вот так выглядит все это безобразие зажата центром одета на оправочку крутится можно точить а точить буду вот таким вот полукруглым радиусным резцом сделанным из отрезного установил и зажал резец можно протачивать примерно точно на на глаз делаю разметку на какую длину надо это все протачивать сейчас ускорение примерно пятикратная на самом деле немножко медленнее все происходит и снимаю сразу пять миллиметров со стороны за один проход поверхность получается чистенькая гладенькая перепроверяю размер посадочной ношу коррективы снимаю еще пять миллиметров со стороны и того почти сантиметр с диаметра и все-таки решил перепроверить снял заготовочку одеваю вот эту трубу пробую очень очень плотно это лишнее надо сделать немножко посвободнее добавил еще пол миллиметрика и полностью протачивать теперь уже на всю длину поверхность получается гладкая красивая снимаю фасочку чтобы в трубу потом легче вставлялась мочалки наделала много и снимаю все это теперь меряем оделась легко просто снимается плотненько но вполне вполне терпимо перевернул выставили детальку и протачиваю точу за два прохода не рискнул сразу сантиметр снимать все же таки также по пять миллиметров со стороны беру вот получается чисто опять же красиво пластмасс полиэтилен этот очень хорошо режется красивую поверхность такой дает опять фасочку для захода сделал и можно снимать на на этом вот такая несложная токарная работа закончена можно было не показывать но не каждый день вы видите как ремонтируются ассанизаторы как авозики но на этом все будьте здоровы ремонтируйте свои или соседские вот такие вот шланги мы всем пока и и и и и